Значительно сократили срок наказания. Главный эпизод отправили на повторное рассмотрение. В Верховном суде Коми завершен апелляционный процесс по нашумевшему уголовному делу совладельцев крупных строительных компаний Сергея Ситникова и Александра Ольшевского, а та же руководители предприятий Владислава Скопьяка и Максима Кулика. Им меняли махинации по муниципальным и частным контрактам. В чем их признали виновными, а в чем оправдали, расскажет Эдуард Бушуев. Эта криминальная строительная эпопея длится уже 4,5 года. Представители крупных строительных компаний, которые несколько лет получали выгодные контракты по протекции команды бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, угодили в уголовный водоворот в мае 2016-го. Сергей Ситников заявил о давлении следствия, надуманности обвинений и неточности экспертиз. Мол, из-за нечистых на руку заказчиков строительные фирмы сами оставались в убытке. Дело якобы сфабриковано по заказу неких высокопоставленных лиц. Цель – отобрать его активы. Мне объясняли достаточно простым языком о том, что либо так, либо никак. То есть, причем, ведь говорили не то, что здесь, говорили в целом вообще в республике Коми. Ты работать не будешь. Все. Мы везде поставим, грубо говоря, на тебе крест. Самый главный оспариваемый эпизод – это мошенничество и легализация похищенных средств при возведении Дома Дружбы Народов. Заказчиками строительства была коммерческая фирма «Алвис», аффилированная с бывшим руководством региона. В счет оплаты за производственные работы бизнес-партнеры должны были получить большую долю помещений. Стоимость договоров была определена в существенно превышающем размеры на строительство данного объекта. В результате Ситников и Ольшевский похитили денежные средства ООО «Алвис» в размере свыше 241 миллиона рублей. Часть похищенных денежных средств в размере 141 миллиона рублей была легализована Ситниковым и Ольшевским, а именно данные денежные средства были оплачены по договорам долевого участия, в результате которого подсудимые приобрели часть помещений в том же Доме Дружбы Народов в общем размере порядка 3000 квадратных метров. Завышение расходов при фактическом уменьшении сделанных работ, по версии следствия, прослеживалось и по эпизоду с Финно-Угорским этнокультурным парком, и при введении системы водоснабжения и канализации в селе Вильгард. Были выявлены махинации по другим строительным объектам. К примеру, на строительстве четырех многоквартирных домов по улице Ручейной и Нагорному проезду, по республиканской программе переселения «Городская среда» растрата в пользу подконтрольных компаний превысила 40 миллионов рублей. В пользу подрядчика и там дальше, соответственно, проходила большая сумма денежных средств была обналичена из ФСК. Также были привлечены иные подрядные организации, стройцентры, мастер-строй, которые фактически к стройке никакого отношения не имели, никакие работы там не выполняли, однако в пользу них из этих 40 36 миллионов было перенаправлено. Но все же половина инкриминируемых силовиками эпизодов касалась обмана суподрядчиков или частных бригад, отделочников, бетончиков, каменщиков, которые зачастую на различных объектах работали без должного оформления, под честное слово. Все объекты денежные у него в руках были. Например, там нужно было, все же желают работать, семью кормить, кормить свою. А он такие условия предлагал, что хоть невыгодно ни трудовой договор не составлял, ничего, никаких оформлений, ничего он не предлагал. Они говорили, вот работа, делайте, ребята, я вам деньги плачу. Я ходил к нему, звонил, просил, чтобы деньги отдавал. Он просто сперва игнорировал, а потом просто не стал отвечать на звонки, не пускал к себе и все. Теперь стал общаться с нами. В результате большинство этих некрупных эпизодов с учетом отсутствия документальных подтверждений отпало еще в суде первой инстанции. Главные обвинения устояли. Всем фигурантам, кроме больших штрафов и запретов заниматься строительной деятельностью, назначили реальное лишение свободы. Но арестовывать после оглашения приговора почему-то не стали. На приговор Сахтовкарского городского суда было принесено апелляционное представление, в котором, среди прочего, ставится вопрос об усилении наказания двоим осужденным, а также о необходимости применения конфискации имущества. Верховный суд Коми дополнительно оправдал фигурантов по ряду эпизодов, в том числе по двум обманутым соподрядчикам. А главный эпизод по строительству Дома Дружбы Народов выделили в отдельное производство и отправили прокурору для устранения недостатков расследования. В итоге было значительно снижено наказание. Сергей Ситников получил 6 лет колонии общего режима. Александр Ольшевский и Максим Кулик по 2,5 года лишения свободы. Владиславу Скопьяку наказание в полтора года назначили условным. Общая сумма штрафов на всех около миллиона рублей. На год-два им запрещено заниматься строительной деятельностью. Приговор вступил в законную силу.